Льюис Уилсон, Роберт Лоури, Адам Уэст, Майкл Китон, Вэлл Килмер, Джордж Клуни и Кристиан Бэйл. Этих актеров объединяет один главный факт. Все они исполнили роль одного из самых легендарных персонажей в истории комиксов. Ночного героя Готэма – Бэтмена. Сага о темном рыцаре, оберегающем порядок в городе, переживала разные времена. Случались и провалы, но именно последняя экранизация, во многом за счет творческого тандема режиссера Нолана и актера Бэйла, подарила зрителям феерическую трилогию о Бэтмене и установила очень высокую планку для последователей. И теперь, спустя 4 года, мрачный герой возвращается на экраны в облике Бена Аффлека. Почему именно Бена выбрали на эту роль? Как он тренировался для съемок в одном фильме с Суперменом? И каким будет новый Бэтмен? Смотрите в новом эпизоде GOB Channel о тренировках актеров. Прямо скажем, Бен Аффлек в мире кино – фигура значимая, причем не только как актер. И еще в далеком 98 году он получил Оскар в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Умница Уилл Хантинг». И с тех пор продолжал совершенствовать свое видение кино. И у него действительно много удачных ролей. Взять хотя бы самые громкие – «Вар Македония», «В блокбастере Перл Харбор» или тот же «Город воров», в котором Бен выступил и как актер, и как режиссер, и как сценарист. И ведь отличная драма получилась. Оскароносную операцию «Арго» и шикарный триллер «Исчезнувшая» тоже не забудем. Но когда речь зашла об Аффлеке как супергероя, и ладно бы каком другом – Бэтмене, общественность тут же припомнила Бену роль «Сорвиголовы», которую он и сам не раз называл провальной. Подтянет ли актер такую роль еще и после мощного исполнения от Кристиана Бэйла? Немало фанатов выразили сомнения. Заголовок «Бен Аффлек» сыграет Бэтмена. Первый же коммент – «Нееет». Боссы студии предупредили актера, что такая реакция вполне нормальная. И, как правило, проходит накануне премьеры фильма, и уж тем более после нее. Режиссер фильма Зак Снайдер и вовсе уверял, что именно таким и должен быть новый Бэтмен. Но, как оказалось, и у самого Аффлека яйца на месте, и к подобному повороту он был готов. Я понимаю, что я старше, чем представляло большинство фанатов Бэтмена и исполнители его роли, но я не воспринимаю это на личный счет. Мне 43, тогда как многие видят этого героя 25-летним, моложе, живее, способным раздать на орехи всем противникам. Но, скажу честно, ни в одной роли у меня не было такого увлеченного подхода к съемкам, как в образе Бэтмена. Люди подходят ко мне на улице и с восторгом говорят, что уже не могут дождаться выхода фильма. Да, негатива тоже хватает, но это норма нашего времени. По правде, все это не важно. Суть в том, что я должен взяться за свою работу и достойно ее выполнить. Бен хорошо понимал, что роль Бэтмена обязывает не только в плане работы над образом, но и подразумевает достойную физическую подготовку. Как в свое время отъедался и тренировался Кристиан Бэйл, я уже рассказывал, и Аффлек не мог ударить в грязь лицом. Тем более, что в новом фильме ему предстояло быть в одном кадре с суперменом Генри Кавилла, который, как вы опять же помните из моего обзора, набрал отличную форму. После утверждения на роль, Бен сразу приступил к регулярным двухчасовым тренировкам. Каждый раз, когда я берусь за какого-либо персонажа, я стараюсь соответствовать ему в физическом плане. И в этом отношении Бэтмен против Супермена поднимает для меня планку. Уж поверьте, новый образ совершенно не похож на моего героя из Исчезнувшей, которого называют «пухлым и похмельным». Чтобы набрать форму для блокбастера, Аффлек обратился за помощью к команде фитнес-экспертов под руководством двоюродного брата Мэтта Дэймона. Кроме того, он снова следовал рекомендациям тренера Райхана Джелалии, который в свое время готовил актера к фильму «Город воров». Тогда результат вышел достойным. Так почему бы не повторить его? Это видео как раз посвящено обзору ключевых упражнений из тренировок актера, а также его рациона в 2009 году. То есть всему, что он использовал впоследствии, в том числе для превращения в Бэтмена. На подготовке к этому фильму Бен тренировался просто как зверь, максимально жестко. Тренировались мы в Бостоне, потому что именно там проходили съемки «Города воров». И суть его подхода звучала так. Интенсивность тренинга – залог психологии атлета. И в основе его метода лежали пять основных упражнений, которые помогли ему набрать форму и выглядеть соответствующе своему образу. Это были подтягивания на перекладине с весом для спины, жим гантелей лежа на скамье для мышц груди, сгибания с гантелями с супинацией для мощных бицепсов, прогулка выпадами для ног и подъемы ног в висе для крепкого и рельефного пресса. Ну хорошо, пройдемся по основным моментам программы. На подтягиваниях с дополнительным утяжелением вес можно использовать по-разному, но Бен удерживал гантель между ног. Разумеется, акцент был на проработке мышц спины, при этом бицепсы включались в работу как можно меньше. Подтягивания выполнялись в шести подходах с малым числом повторений – от пяти до одного. По словам Райхана, в итоге Аффлек подтягивался на раз с гантелей весом 40 килограмм. Если это и правда так, то весьма солидно. При жиме лежа Бен устанавливал скамью под разными углами и предпочитал именно гантели, потому что с ними он лучше чувствовал нагрузку от движения. Тренер актера утверждает, что подопечный жал гантели весом около 28 килограммов каждая и даже больше. В общем, движение рабочее, Бену помогло, а значит, сработает и на вас. Что касается рук, то в сгибаниях на бицепс Бен использовал принцип обратной пирамиды, то есть начинал с максимального веса на минимум повторений и после снижал нагрузку, работая во все большем диапазоне, порой до отказа. Бену нравился именно такой вариант сгибаний, потому что так он активно прорабатывал бицепсы, брахиалисы и предплечья. Бен не из тех, кто забывает про ноги на своих тренировках, и прогулка выпадами позволила ему укрепить квадрицепсы, заднюю поверхность бедра, ягодицы и сделать мощнее низ тела в целом. И, наконец, подъемы ног. Их Бен поднимал не до самой перекладины, а до параллели полу. Главное в этом движении было избегать инерции, потому что при раскачивании в нижней точке и забросе ног в верхней терялся смысл упражнения. При этом опускание ног всегда было медленнее, чем фаза подъема. Как результат, пресс у Аффлека был в порядке, а значит его герою были не страшны любые драки. Полную программу тренировок, опубликованную на сайте bodybuilding.com, разбирать нет смысла хотя бы, потому что большая часть упражнений в ней направлена на стабилизацию корпуса, тренинг вспомогательных мышц и кардио. Это различные отведения и приведения ног с лентами, бег с подъемами ног, выпады без веса и так далее. Но, если программа вам интересна, ссылку на ресурс вы найдете в описании к видео. Также отмечу, что Бен использовал различные комбинации для тренинга. В том числе, порой разделял тренировки на жимовые и тяговые с проработкой различных мышечных групп в один день. И объединять всю вариативность тренинга актера в одну условную программу было бы неверно, а схемы, выложенные на различных сайтах, просто фейки. Так что включайте в тренинг базовые упражнения из арсенала Афлика и дополняйте теми, на которые ваш организм реагирует лучше всего. Что касается питания, то Бен и его тренер были нацелены набирать максимально качественную массу. Примерный план питания Афлика, озвученный его куратором по тренингу, выглядит так. После пробуждения, протеиновый коктейль на воде, завтрак, омлет из 8 яичных белков и 1 шелтка, чашка овсянки на воде, банан и чайная ложка льняного масла. Далее перекус, протеиновый батончик. Второй прием пищи, 150 граммов куриной грудки, запеченной в духовке или на гриле, запеченный сладкий картофель и вновь чайная ложка льняного масла. Еще один перекус, яблоко и горсть миндаля и очередной прием пищи, 180 граммов куриной грудки и чашка шпината. Примерным этот план питания я назвал потому, что в качестве источников белка также использовались говяжий стейк, индейка и лосось, а для насыщения организма углеводами подключались коричневый рис, различные виды картофеля, макароны из твердых сортов пшеницы и овощи. Впрочем, для набора массы рацион выглядит довольно скудно, и потому на подготовке к роли Бэтмена углеводов в рационе было уже больше. Кроме того, не забываем, в кадре Бен должен быть достаточно рельефным, а значит заплывать в процессе подготовки ему тоже было нельзя. Опять же, все это информация, озвученная тренером Бена. Вы же в погоне за телом своей мечты должны рассчитывать рацион, ориентируясь на собственный организм и ежедневные нагрузки. Итак, психологическая подготовка, тренировки, строгое питание. Аффлек прошел все испытания на пути к важной для себя роли. Но каким же будет новый герой в исполнении Бена? Ведь многие так привыкли ассоциировать Бэтмена с Бэйлом. К слову, сам Кристиан уже после оглашения актерского состава на новый фильм признался, что расставаться с героем Готэма ему было непросто. Хотя в 2012 году я и чувствовал, что вот все, наступил момент. Подходящий, правильный момент, чтобы остановиться и больше не играть Брюса Уэйна, а все же часть меня хотела этого. Да ладно, давайте сделаем еще один фильм о Бэтмене. Поэтому, когда я узнал, что пока я думал, Ворнер взяли на роль Бена Аффлека, я просто сел и где-то полчаса смотрел в пустоту. Уже после, сам Аффлек вспомнил курьезную историю между ним и Бэйлом. Еще до начала съемок со мной приключилась очень странная история. Как раз был Хэллоуин, я с ребенком подбирал костюм, ну и решил нарядиться в Бэтмена. Мы пришли в специальный магазин, чтобы примерить его. Там как раз никого не было. И только я его надел, кто-то за спиной сказал, «Эй, я оборачиваюсь, и рядом со мной стоит Кристиан Бэйл, собственной персоной. И я стою перед ним, что вы думаете, в костюме Бэтмена». Я сказал ему, «Кристиан, ты лучший в этой роли. Что скажешь, может, посоветуй, что? Убедись, что сможешь отлить в этом костюме». К слову, пожелания уместны. Сам Бэйл ранее рассказывал, что испытывал большие проблемы с походом в туалет в костюме Бэтмена. И крайне неловко себя чувствовал, когда в связи с этим обращался за помощью к другим. Знаете, с таким подбором актеров, с таким сценарием, у меня не возникало сомнений, что мы сможем сделать достойный фильм. Но хорошо помню один день, спустя две недели после старта съемок, я перечитал сцену, распланировал, как сыграю, вышел на площадку, чтобы прикинуть детали. Ну вот так и так можно будет снять, да. И тут вступил в дело режиссер Зак Снайдер. Куча камер, еще одна в движении, диалог каждого будет захвачен, все продумано, и я такой, «Мать твою, я бы никогда так не сделал, как же круто, а?» И вот тогда я окончательно убедился, что проект в надежных руках. Что-что, а съемочный процесс фильма действительно был очень насыщенным. Я тут главный фанат Бэтмена, и ждал подобного момента чуть ли не всю свою жизнь. И как только я услышал, что по улицам Детройта ходит Бэтмен, я уже просто не мог пропустить это событие. Я его настоящий фанат. Люди ждут каждого фильма с Бэтменом, потому что любят этого героя. И канон премьеры очередного блокбастера, самое время смириться с тем, что трилогия Нолана осталась в прошлом, и теперь герой Готэма будет другим. Как сказал сам Аффлек, идея нового Бэтмена в том, чтобы вывести его на другой уровень, не сравнивая с Бэтменом Криса Нолана. При этом он будет соответствовать канону, но станет старше и мудрее. У главного героя будет новый Бэтмобиль, новый костюм, и в целом он будет отличаться от предыдущего. Но это нормально, и кто как не Кристиан Бэйл мог лучше всего сказать об этом? Дело не просто во мне или в Бене. Вся суть в Бэтмене как символе, огромном явлении, которое включает в себя комиксы, ТВ-сериалы, различные фильмы, в том числе с моим участием, а также проекты, которые последуют после. И я только часть этого значимого символа, который куда важнее, чем отдельный актер или фильм. Кстати, мировая премьера фильма «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости запланирована на 23 марта этого года. В России и в Украине на день позже. Так что ждать осталось недолго. По иронии судьбы, Аффлек в свое время сыграл Джорджа Ривза, исполнителя роли Супермена. Но теперь он в плаще другого цвета, и все уже намного серьезнее. И да, привыкайте к Бену в роли Бэтмена. Он сыграет его и в «Отряде самоубийц», и в двух частях «Лиги справедливости», и даже в полноценном фильме о герое Готэма, который пока только в планах. Но это, как говорится, уже совсем другая история. А пока, после долгого перерыва, Бэтмен возвращается.